Сегодня хочу поговорить с вами о молитве веры. Молитва веры. Когда мы молимся, мы должны верить, что это осуществится. Ведь так? Расскажу вам небольшую историю. Хотите послушаться? В одном городе у дороги стояла церковь, и подалеку от нее располагался бар. В этом баре постоянно случались разные происшествия, люди получали ранения, некоторых убивали. В церкви решили, что с этим нужно что-то делать. Они организовали молитвенное собрание, на котором молились, чтобы Бог закрыл этот бар. Угадайте, что случилось спустя несколько дней. Начался шторм. Во время шторма в бар ударило молния, и он сгорел дотла. Бармен краем уха слышал, что в церкви было молитвенное собрание, на котором целенаправленно молились о закрытии бара. Поэтому бар подал на церковь суд. И вот перед судьей предстали пастор, члены церкви, владелец бара. Владелец встал и заявил, нужно что-то решать. Эти ребята сожгли мой бар. Они провели молитвенное собрание. После него в бар ударило молния, и тот сгорел. Я хочу, чтобы они ответили за то, что сожгли мой бар. Затем вышел пастор и сказал, «Судья, мы никак не связаны с поджогом бара этого человека. Мы этого не делали». Судья почесал подбородок и сказал, «Хм, какая интересная ситуация». Владелец бара верит в силу молитвы, а пастор нет. Кто из вас знает, что если мы молимся, мы должны при этом верить? Расскажу вам еще одну историю. Это история из Библии. Когда Иисус воскрес и вознесся к Отцу, ранее церковь начала свой путь по оказанию влияния на мир. Многие восставали против нее, даже правительство, поэтому Ирод приказал схватить Иакова. Это был апостол Иаков, не тот Иаков, брат Иисуса, который написал послание Иакова. Так вот, к Ироду привели апостола Иакова. Он хотел что-то с ним сделать, поскольку толпа требовала действий. В итоге Иакову отрубили голову. Иаков был одним из тех троих, кто всегда был с Иисусом, куда бы он ни пошел. Он был и в Гефсиманском саду, и при воскрешении мертвой девочки, и на горе преображения. Где бы ни был Иисус, эти трое всегда были с ним. Он был одним из трех лучших апостолов, и тут раз. Прежде чем церковь устоялась, Иакову отрубили голову. Царь Ирод посмотрел на это и сказал, «Хм, а людям нравится. Надо продолжить начатое дело». Он приказал схватить Петра. Петра посадили в тюрьму с целью сделать с ним то же самое. Но что-то произошло между арестом Иакова и арестом Петра. Люди увидели, что произошло с Иаковом, и поняли, что дело серьезное. Когда Иаков был казнен, церковь сделала то, чего не сделала при его жизни. Они собрались в доме и стали взывать к Богу. Они стали взывать к Богу, чтобы он подействовал. И что же, Бог подействовал. Он послал ангела, который разбудил Петра и освободил его из тюрьмы. Это было божественное вмешательство. Ангел освободил Петра, и тот пришел к дому, где за него молились. Служанка открыла дверь, и шокированная тут же ее закрыла. Она вернулась в дом и сказала, «Эй, ребята, Петр у дверей». И ей ответили, «Да ты, наверное, шутишь». Они молились об освобождении Петра, но когда Бог освободил его, им было сложно в это повериться. Очень похоже на церковь сегодня, да? Суть в том, что за Иакова не молились, и он лишился жизни. Церковь поняла, нужно было молиться. Он бы выжил и продолжил творить великие дела. Что я хочу этим сказать? Молитва очень важна. Нам нужно молиться. Вот что говорит Библия. «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Бог Всеведущий. Он знает, в чем мы нуждаемся еще до того, как мы попросим. Однако в послании Иакова сказано так. «Не имеете, потому что не просите». Бог знает, что нам нужно, прежде чем мы попросим. Но это означает, что вы получите это, только если попросите об этом. Основной принцип таков. Бог желает, чтобы мы просили. Если мы попросим, Он что-то совершит. Вы снова видите это в Писании, во втором послании к Коринфянам. Павел писал, что над ним навис смертный приговор, но по молитвам церкви он пережил силу Божию, которая его спасла. Итак, вы видите в Библии две разные ситуации. Когда церковь молилась, два этих человека обрели свободу. Когда церковь не молилась, человек не обрел свободу. Поэтому первая молитва действует. Она действует, и она жизненно необходима в жизни тех, кто хочет быть эффективным и успешным. Мы должны быть людьми молитвы. Не имеете, потому что не просите. Уверен, что у каждого из вас в жизни были такие ситуации, когда вам нужно было просто прийти к Богу и попросить Его. Не только попросить, но и привлечь к молитве других людей. У нас есть молитвенная линия. Что это такое? Когда у вас возникает просьба, вы звоните на эту молитвенную линию, и те, кто на ней задействован, рассылают эту просьбу остальным. Есть молитвенные воины, которые тоже захотели стать частью такой команды и знать, когда что-то происходит. Скажите, кто из вас обращался на эту линию, когда у тех из вас, чьи руки подняты, возникала нужда? Вы сообщили о ней по телефону, и за вас начали молиться. Что делают эти люди? Они молятся, чтобы сила Божия действовала в вашей жизни. Это очень важно. Я бы тоже участвовал. Вы можете помолиться, получив такой телефонный звонок или сообщение, или можете навестить этих людей. Именно так церковь становится церковью. Пастор Гиллан, люди могут оставить просьбу на сайте, или отправить сообщение, или просто прийти к вам, ведь так? Вы называете это заботой. Молитва заботы. Скажите на это «Аминь». Вы тоже можете стать частью этой команды. Ребята, когда мы молимся, первое, что нам нужно понять, по части молитвы к Богу. Если мы хотим получить воздаяние, мы должны верить, что Бог реален, и Он участвует в нашей повседневной жизни. Сегодня очень многие люди думают, что Бог сотворил Землю, сотворил нас и куда-то уехал. Уехал отдыхать в другие галактики. Однажды Он вернется и спросит, «Кто это натворил?» Нет, Бог не такой. Бог активно участвует в нашей повседневной жизни. Мы должны верить, должны знать и понимать, что Бог реален, и не только реален, но и неравнодушен. Две эти вещи часто разделяют. Люди думают, Бог реален, но я не верю, что Он мной интересуется. Да, написано. Возложите все заботы на Него, ибо Он печется о вас именно так. Да. 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 Он знает, сколько волос на вашей голове. Он знает обо всем, что происходит в вашей жизни. Он знает наши намерения лучше нас самих. Он знает наши сердца лучше, чем их знаем мы. Он знает о нас все. Он любит нас и заботится о нас. Он хочет участвовать в нашей жизни. Но для этого ждет нашей просьбы. Ждет, чтобы мы поверили. В послании к евреям 11 главе сказано, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Дело в том, что к Богу приходит много людей, которые не верят, что Он что-либо совершит. Они просто бросают свои слова на ветер. Наши молитвы пусты, когда мы так думаем. Мы должны верить, что Он есть и что Он нам воздает. Если вы ищете Его, Он что-то совершит. Если вы ищете Его, Он будет двигаться. Он пошлет своих ангелов, которые будут решать вашу проблему, трудности, освободя от вас. Он дарует вам благоволение, когда понадобится это самое благоволение. Он совершит чудо, когда нужны будут чудеса. Бог слышит, и Бог будет действовать. Но нам нужно верить. Нам нужно верить, ребята. Вера — это важнейший компонент молитвы. Важнейший. Без веры мы просто повторяем слова. У них не будет результата, которого нам бы хотелось. Я хочу быть как Самуил. О нем сказано, что Бог не оставил без внимания ни единого Его слова. Бог слышал каждое слово, которое произносил Самуил, и действовал ради Самуила. Это очень сильно. Я хочу, чтобы ваши слова были столь же сильными. Бог сказал, «Я создал язык». Из ваших уст может выходить или жизнь, или смерть. Когда мой народ призывает жизнь, я буду действовать ради них. Я буду действовать. Мы сможем совершать на земле великие вещи, если будем молиться и просить Бога, и верить, что Бог слышит и видит. Мы не можем сомневаться. Я покажу вам, что происходит, когда вы сомневаетесь. Это послание Иакова. Именно оттуда я возьму данную иллюстрацию. Покажу вам. Когда вы попадаете в сложную ситуацию, вам нужно молиться и просить у Бога мудрости с ней справиться. Он даст вам эту мудрость. Именно об этом говорит Писание. У многих из вас сейчас в жизни происходят какие-то сложные ситуации. Вообще, у нас постоянно что-то, да, происходит. Если это так, пожалуйста, поднимите высоко свою руку. Ну вот, видите, у многих. Нам кажется, что когда мы приходим в церковь, все отлично, аллилуйя, мы на вершине горы. Однако многие люди переживают трудности. Однако у Бога есть на это ответ. Просто помолитесь Ему. Молитесь и просите Бога. Господь, дай мне мудрость, чтобы знать, как поступать в такой сложной ситуации, и Бог сделает это. Здесь написано, «Допросит с верой, немало не сомневаясь». Немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Если вы были на море, то видели, как волны бурлят и перекатываются, как ветер раздувает эти волны и гонит их в разные стороны. Когда мы молимся без веры и просим что-то у Бога, не веря, мы сомневаемся. В такие моменты вами обладевают эмоции. Вами двигают эмоции. Вами двигают обстоятельства. Дьявол. Вместо того, чтобы вами двигал Бог. Вы должны верить. Вы не можете сомневаться, иначе вы похожи на эту волну. Да не думает такой человек получить хоть что-нибудь от Господа. Ну надо же. Ребята, это не я написал. Это написал вообще не я. Это книга, вдохновленная Духом Святым и записанная Иаковом. Тем, чья голова осталась на плечах. Скажите на это «Аминь». Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. По всему миру есть люди, которые говорят, «Бог сказал мне делать вот это». Хотя нет, вот это, пожалуй. Нет, нет, лучше вот это. Я смотрю на это и думаю, у Бога нет шизофрении. Он не сделает этого. Что же это такое? Людьми двигают эмоции. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра. А, вот это. За это возьмусь. Людьми двигают обстоятельства. Это сложно. Пойду вот таким путем. А нет, здесь не получается. Значит, этим. Нет, послушайте Бога и пойдите этим путем. Перестаньте быть настолько нестабильными в своей жизни. Бог верен. Держитесь стойкости. Какое удивительное слово. Я услышу на это? Аминь. Есть такое слово, да? Джимми, ты очень умный. Что, Синди? Твоя жена умнее тебя, Джимми. Да, такое слово есть. Будьте стабильными. Что происходит, когда вы утверждаете свою жизнь на камне? Иисусе Христе. Когда дует ветер, Он не может сбить вас с ног, потому что вы укоренены, и вас ничто не поколебит. Вы твердо стоите, вы верите Богу. Вы знаете, что когда молитесь, Он даст вам мудрость. Знаете, что Бог будет действовать в вашей жизни. Знаете, что Бог реален и участвует в нашей повседневной жизни. Но вы должны в это верить. Когда я стоял на этом камне, я ощутил, что в этом зале произошел прорыв Духа Святого. Я слышу, что Он хочет совершить прорыв в вашей жизни здесь и сегодня. Кто из вас поднял руки? Да, кто-то нет. В вашей жизни произойдет прорыв. Вы можете поверить в это сегодня? Люк, ты встал. Ты веришь в это? Я верю. Люк, ты получишь свое чудо. Ты о чем-то просил Бога. Бог это совершит. Когда мы вместе просим Бога что-то сделать, Он это сделает. Но даже когда я это говорю, у людей есть склонность думать. Это просто слова. Нет, это не просто мои слова. Это говорит вам Бог. Не будьте глупцами. А теперь внимание. Даже Иисус не смог совершить много чудес в Своем родном городе, потому что люди не верили. Не сказано, что Он не совершал чудес, потому что Он не мог совершать чудеса. Это большое дело. Сын живого Бога, который хотел творить чудеса в жизни своего народа, не мог совершать чудеса в жизни своего народа, потому что они не поверили. А знаете, о чем мне это говорит? Бог ждет, чтобы начать двигаться в вашей жизни. Его ангелы тоже ждут на готове. Но не потому, что Бог им не платит. Они просто отдыхают и говорят, нам нечем заняться, потому что эти люди не верят. Иисус думает, вы можете просто верить, чтобы Я занял ангелов делом. Мне нужно отправить этих ангелов действовать в вашей жизни. Но вам нужно поверить. Даже Иисус, порой из-за фамильярности, да это же Иисус, не мог ничего сделать. Когда я что-то переживаю, я прошу свою жену помолиться за меня. Во многих парах люди не могут ничего принять от своего супруга, и по этой причине не могут ничего принять от Бога. Вот что я вам скажу. Не позволяйте фамильярности помешать вашему чуду. Чтобы проговорить к вам, Бог может использовать кого угодно. Как правило, Он использует того, кого вы не хотите слушать. Почему? Потому что Он хочет немного научить вас смирению. Бог будет двигаться, однако нам нужно верить немало, не сомневаясь. Хочу прочитать вам историю из Евангелия от Марка. У одного человека был сын. С самого детства он был одержим бесами. Это очень страшно. Такое состояние длилось очень долго. Представьте, как часто отец обращался к разным людям. Пасторам, левитам, врачам. Ничто не облегчало положение его семьи. Дома уже сходили все с ума. Отец обратился к ученикам Иисуса, но даже ученики Иисуса не смогли ничего сделать. В конце концов, этот человек пришел к Иисусу лично и спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства. Это означает очень давно. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Знаете, что это было? Дух самоубийства. В наших детей могут вселяться духи самоубийства. Враг попытается заставить их совершать безумные действия. Это может выражаться в форме глупости или греха, или в форме принятия безумных решений. Враг может приходить к нашим детям всевозможными способами и попытаться заставить их погубить себя. Отец этого мальчика ищет помощи и нигде не может ее найти. Наконец, он приходит к Иисусу. Кто знает, что нам нужно именно к Нему? Нам нужно приходить к Иисусу. Он устроил путь, чтобы мы приходили к Нему. Бог разорвал завесу. Чтобы мы могли с дерзновением приходить к Божьему престолу благодати и просить Его что-то сделать. Он говорит, я всегда рядом. Я знаю ваши слабости, знаю, с чем вы сталкиваетесь, знаю ваши печали. Возложите все заботы на меня, ибо я пекусь о вас. Скажите мне, в чем вы нуждаетесь, и я сделаю это. Я буду действовать в вашей жизни. Но мне нужно, чтобы вы верили. Вот что сказано далее. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам. Мужчина говорит. «Если ты можешь что-то сделать, то сжалься над нами. Помоги нам». Это слова человека, который чего-то ожидает. Нет, для мужчины это было просто обращением к очередному человеку. Я был и там, и сям. «Если ты можешь что-то сделать, то сделай». Иисус сказал ему. «Если сколько-нибудь можешь». Что? Веровать. Вот тогда все возможно верующим. Тем самым Иисус говорит. «Мне нужно, чтобы ты мне что-то дал». «Если ты поверишь, тогда вместе мы увидим, как невозможное станет возможным». «Но мне нужно, чтобы ты ко мне присоединился». «Потому что я не смогу это сделать, если ты не внесешь свой вклад». Кто из вас знает, что Бог не требует от всех нас великой веры? Вам кажется, что вам нужно иметь веру Самуила, или веру Давида, или веру Моисея, или веру Ильи? «Нет, вам нужно иметь свою веру, чтобы Бог начал действовать». Если вы внесете свой небольшой вклад, ему больше и не нужно. Он может послать своих ангелов и начать двигаться в своей великой силе. Тогда мы увидим, как Бог совершает удивительные, невероятные чудеса в нашей жизни, но мы должны при этом верить. «Итак, все возможно верующему». И тотчас мужчина тут же откликнулся на эти слова. «В славах Иисуса всегда что-то есть». Я постоянно слышу «С вами говорила моя жена?» Я просто сказал послание в вашу жизнь. «С вами говорила моя жена?» «Да?» «Вам что-то сказал мой муж?» Я отвечаю, не понимая, о чем вы говорите. Но вы уже почти рассказали, что происходит. Вы уже озвучили свои мысли. На самом деле, Бог все знает. Если отбросить в сторону фамильярность и меня, как немощный сосуд, вы осознаете, я столкнулся именно с этим. Я не просил Его об этом проповедовать. Я не просил Его об этом говорить. Бог попросил Его проповедовать об этом. Это для меня и мне это нужно. Я знаю, что Бог что-то говорит. И вот тут же что-то предпринимается. Точно так же сделал этот человек. И тотчас отец отрока воскликнулся слезами. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Знаете, что самое потрясающее? Бог не дал ему оплеуху. Мол, ты веришь недостаточно. Он лишь сказал «спасибо за честность» и совершил чудо. Ключевая составляющая – человек возвал. Ребята, зачастую мы слишком горделивы, чтобы взывать к Богу. Знаете, почему мы этого не делаем? Вам кажется, что это глупо, потому что вы не верите, что Бог рядом. О, проповедник, зачем ты так говоришь? Вы не верите, что Бог рядом. Зная, что Он рядом, вы вызовете «Папа». «Папа мой!» Как вы думаете, как Иисус записывал свои молитвы, когда молился? Разве у Него был телеписарь? Как их называют? Может, телепат? Он читал все мысли Иисуса? Нет, люди слышали Его молитвы. Порой Иисус был на расстоянии брошенного камня. Да, телепат, это точно. Смотрите, полетел и упал вон там. Тот, кто находился неподалеку, записывал все, что говорил Иисус. Господь не стыдился громко молиться и взывать к Богу, чтобы тот действовал. Однажды, впрочем, я до сих пор так делаю, я молился прямо перед своим домом. По каким-то причинам я думал, что дома соседей лучше звукоизолированы. Стоя на дороге перед своим домом, я молился «Бог мой!» Я взывал к нему, молясь о каких-то вещах в своей жизни, исповедовал какие-то вещи. Однажды сосед мне сказал, «Нам так нравится, когда вы молитесь. Мы сидим и слушаем вас. Вы что, меня слышите? Правда, да? И очень хорошо». А я думал, что нет. После этого я стал молиться в сарае. Однако Бог желает, чтобы мы взывали. Мне нужно проповедовать о том, как взывать к Богу. Расскажу, что произошло в Даунсвилле. Это не выдуманные истории, не сказки. Многие думают, Бог двигается в других странах, двигается и там, и там. А почему в нашей жизни он не двигается? Да потому что мы не верим. Мы должны верить. Слышите, верить. Однажды я был в городе Даунсвилль, где уже ничего не было. Город погибал. Работы не было, ничего нового не было. Я видел, что люди сломлены, подавлены безнадежностью. Мы провели собрание в центре Лимана, прямо на въезде в город. Вот Джимми тогда был со мной. Мы проводили собрание, на которое приглашали всех жителей городка. На одно из собраний пришло много людей, 300 или 400 человек. Ты помнишь, да, Джимми? Все места были заняты. Люди увидели проблеск надежды. Я сказал, друзья, если мы хотим, чтобы Бог двигался, нам нужно воззвать к Нему. Нужно попросить Бога с верой, что Он это совершит. Он будет действовать. Мы будем взывать к Нему прямо здесь, в этом здании. Я хочу, чтобы вы молились громко. Взывать означает взывать громко. Когда мы будем взывать, Бог даст нам новое развитие и работу в этом городе. И мы стали взывать. Три или четыре раза мы вместе взывали к Богу. Мы кричали, «Боже, пошли нам новый бизнес, пошли нам новые рабочие места, пошли ресурсы в этот город. Дай всем нам Твое процветание, наш Господь!» Через год в городе неожиданно начались перемены. Если сегодня вы поедете в этот город, то 90% всех новых построек в Даунсвилле расположены вокруг центра Лимана. Вы увидите и Уолмарт, и новые предприятия, и множество новых зданий. И прямо посередине этого скопления, старое, полуразрушенное здание, люди взывали в Нем к Богу. И Он начал действовать вокруг того места, где они взывали к Нему. Я услышу на это. Аминь. В Доме Божьем. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас!